Американцы создадут две военные базы в Казахстане. Они будут располагаться на берегу Каспийского моря в портах Актау и Курык. Соответствующее соглашение 19 апреля ратифицировала Верхняя палата парламента Казахстана Сина. Формально американские базы создаются для транспортировки грузов в Афганистан. Военно-морские силы США будут переправлять военные и гражданские грузы с Черного моря к Каспийскому. А дальше через Актау и Курык они будут переправляться в Афганистан. В январе 2018 года Назарбаев побывал в Белом доме, где дал Трампу свое окончательное согласие на создание военных баз НАТО в Каспийском море. Формально Казахстан продолжает оставаться ближайшим союзником России. Входит во всевозможные, в том числе военные союзы, созданные Владимиром Путиным. Однако на деле все обстоит иначе. Назарбаев постепенно дрейфует от России в сторону НАТО и США. Резких шагов до последнего времени казахстанский правитель не предпринимал. Однако в последние месяцы ситуация изменилась. Вопреки присущей Назарбаеву осторожности, он сначала встретился с Дональдом Трампом, а затем отказался поддержать российскую резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН. С начала года это уже третий сильный удар по интересам России со стороны Назарбаева. Причем свои удары Эльбасы наносит публично на глазах всего мира. Похоже, Назарбаеву и его окружению стало окончательно ясно, что дни режима Путина сочтены. Многолетние экономические санкции из-за агрессии в Украине, постепенная международная изоляция и активация протестных настроений в самой России приведут к краху кремлевский режим. Нурсултан Назарбаев понимает, что в нынешней ситуации Путину не до Казахстана. По крайней мере, на резкие шаги открытую агрессию Москва в данном случае не пойдет. Подобная эскалация еще больше ослабит кремлевский режим и, возможно, даже привезет к его крушению. Назарбаев нанес еще один удар в спину Путина. Кольцо американских военных баз вокруг России постепенно смыкается.